Нужно потерять. А есть вещь, одна для молодых людей, когда уже так влипнут, чтобы получить ответ на всю жизнь. Жаль. И потом всю жизнь сожреть. Но если в тот момент мне кто-то подсказал, вот если в тот момент я был молодой, я был неопытный, кто из них мне подсказал? Молодые люди, вы счастливы, кто-то находится здесь. И вот уже второе видео вы послушаете, что у нас есть драгоценность. Слово Божие. Там есть источник мудрости. Это... Хлеб жизни. Это слово хранит в себе жизнь. Синю. Вот что они говорят, что это так видим, но как-то... Кто-то умирает рядом. Кто-то борется с рехом. Кто-то борется таможенственной болезнью. Кто-то борется с каким-то изрушением. Кто-то решает куда-то... Ну, просто... Как это решать? И вот те люди, которые вмещаются к этому источнику, они вырывают. Смотрят, что они улыбаются. Смотрят, что их... Ну, ничего. Смотрят, что это ничего. Такая локоть и... Непохоже на кузников. Получается. Удивляешься. Удивляешься. Как у тебя это? Да ничего. Нормально. Помните? Прород сказал. Даже если... Я всегда не волнуйся. Не буду всегда там заводить. Ну, приеме это было конец. Радость была. Это плохо. Голос и смерть. А ты ходил. Ну, если даже так не ничего. Не урожай он будет. Глаза в мое народное, глаза в мое народное. Надея в мое народное. Я это оттягиваю. Откуда такая уверенность? Где человек прожил всю силу? Так мы с вами был человек, который знал закон Божьего. Который в своем читании, что закон пустыни. Для меня это благ. Это лучший тысячи сливков золотая сребра. Это не просто правило. Такая бомбезная речь. Человек вернул в жизнь. Понял, что и что. И делал такие заключения. Сегодня нам очень нужен этот путеведитель. Очень важный и именно такой источник для вычерпывания силы. Друзья мои, пойдите на мой. Кстати, вопрос. Из какого источника вычерпываете силу, мудрость? Кто вам рассказывал? Я не с ним раздоровал, если с ним. Люди здесь оказались более открытыми. Четвертые, четвертые службы. Они с полной готовностью приняли радостную вести. Слово Божьего. И целыми днями исследовали Писание. Проверяли. Верно ли они Святой Павел. Слушайте. Они с полной готовностью приняли радостную вести. И целыми днями исследовали Писание. Делали нечего. Работали хорошо. Семьи не нужны. Целыми днями исследовали Писание. А-а-а. Может это и Господа, богатые и умные, крупные, на которых работают герои, а им делать целыми, чтобы они взяли вести. Нет. Вы знаете. В раннем церкви в основном были бедные, отверженные, посадутые, посадушенные. Правда. В основном. В основном. Редко были вести. В основном те были простые люди. Так а как? Когда Павел проповедовал, они открывали сердце свое, становились верующими дучками среди людей сердца. И они сразу глаза краски не понимают. Жить по старому мы не можем. Мы уже многое верили. Нам Бог повезет. Мы поняли, что так жить нельзя. А как? А как? А как думают решать какие-то вопросы? Каждый день у меня не сталкивались в какой-то ситуации. Как ты пришла? Тут они сидели. И надо же как решать вопросы. Просто. Он вызвык у меня. Он просто лажен шаг. И сидели проверяли. А слушай. И читали. Как это? Как это решили? Слушай. И весь мир вокруг кричит. Бог это Цезарь. Ему надо пройти нам. Ему нужно поклоняться. Только Он Божеством. А потом потом нормально пришел пронять во время мира и тренинг. И Иисус продавался. Бог его прислал, чтобы показать всему миру, что Он Бог. В смысле? Подождите. А вот так? Мне не надо. Так если мы при этом Иисусу поглядем на завтра с броя, мы будем ни в кое-не шпоре, не в те, какая жизнь. А Павел Малу там не останавливается. Начинает дальше по ушам ниже. Я скажу, вы будете успешными дни сегодня полагаться. В смысле успешными? Очень просто. Самое первое. Блажен, кто советом нечестивых не последовал, и на полежечников не вступил, и если не хурители не сидят. Слушайте. Кто какому Господу доверил, кто твердит его день и ночь? Он как дерево посаживает в воды, чьи плоды созревают всю руку, и чьи листья не увядают. За что не возьмется? Все у него навал. Павел Малу. Павел Малу. Продолжение следует честно. Продолжение следует. Никто не следует. Как только мы начинаем договорить, ну только у меня что-то получается, что я не слушаю, что мы держим. Все у меня вот договорить. И все, как это так у меня же начинают, ну ты же не делай, я не успеваю. Я сразу удалю себя навесить. Я отклоняюсь от слова от солнца писем. Сразу мы успеваем мысли. Так оно и есть. А через три знака, когда начинаем гнать в своей лизах, и ничего не успеваем. Поэтому мы когда-нибудь слушали Павла, они делали у себя ответы, а как их видят? Как они уезжают для себя какие-то ответы? Вау! Вот оно! Вот здесь ответ! Уже какой-то просто! Ну просто! Что ты делаешь? Что ладится? Что-то красиво! Все хорошо! Антоша! И пошел, приглашал на кассетку. И замечаешь. Ага. Сейчас. Это слово открывало в последний раз. Когда ты кушал вот этот хлеб по боку. Не просто! Так я его не прочитал. Друзья, я его не всегда раз прочитал. Не в этом вопрос. Вопрос. Питал на землю? Это скинул на землю! Это тендерение! Здесь, когда ты скажешь, в двух градах, куда-то посылает, хотя... Живой, куда? На топ-воду! Что ты скажешь, такое? Это скинул на землю! Бог это спасет! Он нас создал! Он наш конструктор! Он наш создатель! Он спаситель делает другое! И Он знает, что нам нужно! И вот в своем слове, он нам дает. Как ты чувствуешь пахнуть? На каждой земле в мудрость! Как ты не поддерживаешь! Станов! Боженька! Не пахнет! Ушкакойся! Креповая скорость! Делаешь, что ты любишь? И ответ на слово, что ж. И вот эти... Люди к каждой людей написаны более открытыми, и сами лично любят Фессалом. Потому что каждый день исследований. В чем сила? Все время обращаться к правильному взрослому. Делать на пене чистым водом, а не кулявам. Я уже прощаюсь. В этом смысл был в жизни их людей, друзьями. Каждый из нас, имею в виду Господа, тратить следующие подарки, которые дороже себе населения. Уже с трудом поможем, когда мы с вами живые, здоровые, голова напечатали. Пока еще ходим с ним рано. Может, что-то делать с ними руками. Может, спокойно просто почитать, может, ребята, вместе с вами посидим в семье. Просто. Можем. Ничто у нас не из них. Никогда нас не годят. Насим. Возьмите туда такую одну, какую-то темницу. Вот тоже. Возьмите туда. Только двое время напитываться этим в другую хрень. Вот двое время, как у вас есть санки. Постойте, дорогой плодат. Она мне кажется. Саня сверху, а потом синие. Знаете, что вы все так думали? Мужик не перегрестится, пока огромные гряне. Тогда уже просто. А вот санами все находит. Тогда случается, а у вас внутренняя система. Полки тут. Все равно это красиво. Все хорошо. Организм план духовный срабатывает. Срабатывает. И вы просто в кучу лет в интернекусстве проходите. Люди могут ходить по головам. Волосы на земле. Другого кучу не портят в семье. Летающие коллеги начинают. В домах начинают летать за коллеги. Они оливают. А вы сегодня проводите вашу жизнь. Улыбаясь и болит его. А с вами все равно это сказано. Потому что мы не подозреваем. Не вогребного отца. Кто за судьбом? У нас не хорошее нас. Всевышний Господь. Он нас любит и радует вашего сердца. Аминь. Аминь. Сейчас мы приглашаем. Повещаем. Пожалуйста, принимайте с вами. Рад вас поздравить. Познакомить. Всем пока. Покажем. Погуляйтесь полностью. Приведучи.